привет всем сегодня будет второе мое обращение к хейтерам если ты хейтер обязательно досмотри это видео до конца и ты станешь моим подписчиком и так хейтер я обращаюсь к тебе скажи в чем смысл писать негативные комментарии в чем смысл как это тебе помогает задумайся ты тратишь на это время особенно если ты такой вот ярый хейтер ты напишешь вот такой вот комментарий что это тебе даст объясни мне пожалуйста это сделает тебя лучше это приведет тебя к успеху что это тебе даст это ни хрена тебе не даст ты напрасно тратишь свое время ты разрушаешь себя и разрушаешь окружающих вот все что ты делаешь задумайся над этим почему ты разрушаешь себя ты уже понял да потому что это не приносит тебе никакой пользы только отнимает твое время твое настроение от этого ухудшается потому что тебя бомбит а почему ты разрушаешь окружающих да потому что люди смотрят на тебя на весь этот негатив и говорят блин как все в мире плохо тот продает сигареты тот продают водку а тот инфо цыган а тут зарабатывать на людях на ставках на спорт все в мире мудаки я тоже нихрена не буду делать буду лежать на диване и буду заплывать жиром все если тебя бесит продукт который выпускает этот человек сделай свой продукт сделай продукт лучше если тебя напрягает что кто-то продает алкогольные напитки сделай какой-то супер мега напиток который улучшит жизни людей сделай хоть что-то или выйди там на какой-то митинг но ты нихрена не делаешь ты просто пишешь комментарии тебя бомбит и все но тебя бомбит из-за того что ты неудачник я буду говорить с тобой честно ты неудачник ты ничего не добился ты видишь как другие люди добиваются и тебе кажется вот они плохие потому что они там зарабатывают на людях и ты пишешь только негативные комментарии но так жизнь твоя не улучшится я хочу говорить с тобой откровенно не улучшится ты также будешь сидеть через пять лет за компом и также будешь писать комментарии и также будешь завидовать если ты не начнешь действовать если ты не начнешь меняться если ты не изменишь мышление изменись хотя бы прекратить писать комментарии потому что это убивает твое время ты тратишь на это там по два часа в день а в году да ты тратишь сколько там 700 часов и больше ты понимаешь это разрушает твою жизнь и ты продолжаешь дальше этим заниматься ты продолжаешь завидовать это путь в никуда если ты на этом канале ты здесь для того чтобы измениться потому что ты бы на этот канал не попал смотрел бы дальше там свои развлекательные передачи мои хейтеры это люди на вот переходном этапе они уже начинают задумываться и это правильно зачастую хейтеры критикуют блогеров зачастую люди критикуют тех людей которые продают продукт который они не могут пощупать понимаете вот продаешь воздух продаешь воздух это такой же продукт поймите это я не знаю телеканал и критикуйте телеканал они тоже продают воздух на телеканалах куча дерьма они разрушают общество там есть реклама алкоголя там есть и реклама не знаю ставок на спорт там все есть там негативные новости это рассадник негатива это убивает наше общество почему никто не критикует владельцев телеканалов но вы критикуете владельцев алкогольных компаний критикуйте я не знаю компанию apple подумайте это самая такая жесткая компания которая впаривать свой продукт люди готовы не есть люди готовы залазить в долги чтобы купить последний iphone это настолько тупо и компания на них очень хорошо наживается хейтеры любят говорить ой вы лохи на вас зарабатывают зарабатывают на лохах ты же сам лох если у тебя iphone ты лох если ты куришь сигареты ты лох если ты пьешь кока-колу ты лох потому что компания кока-кола на тебе заработала на твоем здоровье но если ты так будешь думать это путь в никуда ты не добьешься успехов подумай да если ты всех обвиняешь если ты всех называешь лохами ты же сам лох жестко да а сейчас давайте я вам перефразирую слоган компании apple вы просто охренеете вот сейчас уважаемые хейтеры и все зрители задумайтесь над тем что я вам говорю задумайтесь и итак apple вам говорит мы вас зомбируем и навязываем вам купить яблоко стоимостью в 5 раз дороже чем у конкурентов да вы все покупаете яблоко потому что это бренд за деньги которых у вас нет вы откладываете вы залазите в долги чтобы купить сраное яблоко задумайтесь чтобы скажу жестко выебнуться перед людьми которые вам не нравятся вот слоган компании apple задумайтесь над этим что я только что сказал мы экономим и хотим понравиться окружающим что у нас вот айфончик и залазим долги это бред блин почему вы не задумываетесь о таком так что вместо того чтобы хейтить человека учитесь у этого человека извлекайте только пользу не обязательно его хейтить не тратьте время на негатив тратьте время на пользу у любого человека у любого просто в мире самого плохого можно научиться можно извлечь самое полезное и применить эти навыки вот моя философия давайте возьмем самого плохого человека в мире кто у нас самый плохой гитлер к примеру гитлера много крутых полезных качеств только он эти качества применил в негативном до ключе а вы можете эти качества применить в позитивном ключе посмотрите каким он был лидером он вел за собой народ только не туда привел но вы можете использовать эти качества и привести людей к хорошему у всех можно учиться задумайтесь над этим вместо того чтобы всех обвинять потому что вы неудачник из-за того вы и неудачник потому что вы всех обвиняете они учитесь у них простая философия да все просто но хейтеры почему-то этого не понимают все так просто все так просто мы это все знаем этого ты не знаешь вместо того чтобы обвинять других и хейтить других посмотрите на себя вы говорите какой плохой мир как плохо влияет реклама алкоголя реклама сигарет на моего ребенка посмотрите на себя твой ребенок бухает и курит не из-за рекламы а из-за того что ты себя так ведешь ты приходишь с работы закуриваешь сигарету пьешь пивко и ребенок берет с тебя пример в моей семье никто не курил и поэтому я не курю из-за воспитания все зависит из-за воспитания они из-за рекламы вы говорите американские сериалы учат плохому нет учишь плохому их ты отец ребенок берет пример с тебя если ты хочешь чтобы твой сын вырос воспитанным и успешным человеком будь интереснее чем телек будь интереснее чем ребята у него во дворе будь интереснее чем компьютерные игры тогда он будет общаться с тобой тогда он не будет бухать тогда он не будет курить и станет успешным но ему с тобой не интересно он смотрит на тебя он смотрит на окружающих и курит и бухает а ты продолжаешь винить систему говорить как все плохо какой плохой мир будь интереснее будь авторитетом для своего ребенка а ты продолжаешь винить всех своих проблемах, все плохие, посмотри в первую очередь на себя. Ну что, уважаемые хейтеры, на этом я с вами буду прощаться. Я думаю, вы уже не хейтеры. Пишите в комментариях, согласны ли вы с этим? Что вы думаете на этот счет? Мне очень интересно почитать комментарии. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Подписывайтесь ко мне в инстаграм, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Хейтеры, поделитесь им с друзьями-хейтерами. Так что вас ждет успех, если вы будете извлекать со всего пользу и будете брать ответственность на себя. Всем пока!